Мир Божий, народу Божьему и милость Божья, да, будет над нами. Можно занять места. Как хорошо, когда входишь в присутствие Его, поклоняясь Ему. Для кого-то, может быть, это бремя, и не понимают многие, как это важно, как необходимо входить в Его присутствие. А ведь это условие, которое Христос сказал, если пребудете во Мне, и Слово Мое в вас пребудет, тогда будут решаться ваши жизненные проблемы. Пусть Бог благословит всех нас, и Слово, которое сегодня будет звучать в этом собрании. Я предлагаю открыть 4 главу Матфея, и будем читать с 17 стиха. Матфея 4, 17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им, идите за Мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Заведеева, Иоанна, брата его, в лодке с Заведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку, и отца своего последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилею, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, и Иерусалима, Иудеи, и из-за Иордана. Амин. Вот такой фрагмент из Евангелия мы с вами сегодня могли услышать и прочитать сами. И всегда, когда мы читаем Евангелие, повествование о Господе Иисусе Христе, мимоволе мы как-то переносимся в то далекое время. И как-то приятный такой осадок остается в сердце, когда читаешь, что делал Иисус. Иисус. После того, когда он прошел через крещение в Иордане, прошел испытание в пустыне, искушение дьявола, он вышел на служение. И первым, первым евангелистом, можно сказать, сеятелем Евангелия, мы знаем, был Иисус Христос. Он ходил, он ходил один вначале. И что он делал? Проповедовал в покаянии. Он проповедовал Евангелие и говорил, покайтесь. Начало вообще движения христианина начинается всегда с покаяния. Покаяние означает перемена вообще-то жизни, ну, признание себя виновным и оставление греха, как мы формулируем. Но она также означает обращение, перемена образа мышления. Радикальным образом мы, человек, важно, чтобы человек начал мышление. И даже когда Слово Божие сеется и проповедуется, люди, слушая это Слово, далеко не всегда принимают решение поменять свой образ мышления, свой образ жизни, умыслить по-другому. Почему? А потому что люди живут в определенных условиях, привыкают к тем условиям, в которых они живут. Для них это более привычно. И что-то менять в своей жизни не особо-то люди торопятся. А тем более учение, которое принес Иисус Христос, например, Евангелие Царствия Божия, оно совершенно не умещалось в их воображении даже. Что за Евангелие Царствия? Им привычно было, видя того же самого Ирода или живя при царях, которые меняли друг друга, они видели государственную власть, вот этот вот, можно сказать, аппарат этот управленческий. И похоже, что, ну, чуть-чуть позже уже у них развивались мысли, когда они следовали за Христом, все равно у них в воображении было такое, что когда-то, когда-то Христос возьмет власть или отнимет власть у Ирода, станет царом, они будут в его управлении. Но Христос всегда, как говорит, от Евангелия Царствия. И это вот слово Царство, оно Царствие, и в некоторых случаях, он говорит, Царство Небесное вот здесь, но это более склонны мы понимать, это что-то говорится о Небесном Царстве. Но здесь он проповедовал Царствие Божие, Царствие, Евангелие Царствия. Вот, и они, хотя они не понимали, но вот в Нагорной проповеди он как бы дополняет это и говорит, ибо прежде всего вам необходимо, ищите же прежде всего Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам, это все, это заботы всего мира, заботы о материальном чем-то, заботы, ну мы все имеем некие заботы в своей жизни, ведь правда ли, да? Мы планируем что-то, что-то строим, человек, который ничего не планирует, не имеет цели, ну он не может иметь вообще-то основания для жизни. Но есть вещи, которые становятся приоритетом в жизни человека, и он ничего слушать не желает. И когда пытаешься беседовать с человеком неверующим, человеком, который далек от понимания, что такое Царство Божие, то как, на что люди опираются? Вы знаете, мне некогда играть в эти игры, да мне некогда ходить в вашу церковь, мне некогда. Да я, видите ли, такой занятый человек, я вот накопляю, я деньги зарабатываю, я призван семью кормить, вот так. А когда коснешься, да толком он и ничего и не зарабатывает. Человек склонен просто быть водимым похотью своей, какими-то внутренними, этими самыми инстинктами, какими-то вообще. Поэтому очень важно обратить внимание, ищите же прежде Царствие Божие. Я хочу на этом как бы ставить сегодня основание этой проповеди, и хочу назвать эту проповедь, Царствие Божие внутри у нас есть. Вот это было непостижимым, таким как бы, непостижимым, чтобы люди могли охватить это и понять, вот как это так, Царство Божие внутри у вас есть. И проблема вся была, как я сказал, что у людей уже была своего рода программа, схема их жизни. Нам хорошо известно Евангелие от Иоанна 3, 16. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий уверовавший, Его не погиб, но имел жизненную. К сожалению, уверовавших в Него оказалось не так много. И 19 стих, он объясняет секрет. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Их вот уклад жизни такой был сформирован. Менять не торопятся люди. Хотя, понимаете, условия порой даны всем одинаково. Проповедь слышали тысячи людей. И на сегодняшний день слышат люди проповедь, слышат. Даже если коснуться то, что имеется возможность трансляции вот этих проповедей, Евангелий, их очень много сегодня. И слушают некоторые. Много ли людей сегодня принимают решение поменять свою жизнь? Увы, не так много. Нам сегодня, вот мы проводили крещение, ну 20 человек пусть в список церкви добавляется. Ну это капля по отношению того, что мы сегодня видим. А проповедь проповедуется, проповедуется. И вот почему происходит то, что люди не захотели идти к этому свету. Обличаются их дела. Понимаете, когда человек делает злое, ему не хочется, чтобы вообще видели или знали об этом. Вот даже Каину, помните, Бог сказал. Почему твое лицо такое унылое? Да, если делаешь доброе, то не радуешься, светлое лицо. А когда делаешь злое, то вот уныние приходит. И вот люди предпочитают находиться сегодня, к сожалению, в этом состоянии уныния. И еще, продолжая слово, Христос часто говорил о царстве, и он понимал, как бы, предчувствовал, что не доходит. Понимаете, не умещается это. Даже помните случай, когда Петр сказал, вот мы оставили все. Что нам за это будет? Вот мы уже все оставили. И вот, и как здесь читали, как они оставляли, когда призывал Христос, оставляли свои сети, оставляли свое занятие, бизнес, кто чем занимался. Что нам за это будет? Они ждали воздаяния, всю минуту. Что сказал Христос? Придет время. Придет время, вы увидите воздаяние. Но еще скажу, что если вы даже оставили ради меня и проповеди Евангелия, вот то, что вы считаете, вам было ценно, то уже сейчас вы обретете намного больше, во сто крат больше, и братьев, и сестер, и друзей. Вы согласны, да? Вы, многие свидетели этому. От многих из вас отказались близкие, родные, многих друзей потеряли. Целый коллектив где-то раньше распивали алкоголь, были душой, может быть, общества. Но пришло время, когда на вас стали смотреть искоса. И даже написано, и враги человеку, домашние его. Почему? Потому что разное царство, разные понятия. Одни предпочитают находиться в этом понимании узком, а о земных этих видимых царствах другие увидели другое. Открыто для них стало, и они потянулись, повлекло их другое совершенно измерение. То, что не подвластно просто объяснению ума человеческого. И однажды Христос еще дал такое как бы объяснение. Христос часто привозил в пример притчи для того, чтобы легче было на таких образах земных понять то, что не могли постигнуть его ученики, не говоря уже о слушающих, там множество людей было. Он так сказал, а царство Божие подобно зерну горчичному, которое очень маленькое, как наименьшее из всяких злаков, но когда вырастает, семя маленькое, но когда вырастает, что оно превращается в достаточно большое дерево. И оно даже птицы небесные укрывается. Вот это говорит о том, что царство небесное, оно понимаете, это как семя, которое способно расти и приносить плоды. И этот плод, он может быть достаточно большой. Очень часто мы употребляли такую молитву, даже фразу, я знаю, я сам молился такой молитвой, Господь, да расширяются границы царствия Твоего. Когда мы молимся молитвой, Отче нашм, да придет царствие Твое. Да будет оно такое, как на небе, чтоб и на земле такое пребывало. Ведь мы хотим, мы как бы приводим это слово, и нам хочется, то, что мы пережили, нам очень важно, если мы живой христианин, очень важно, чтобы люди это узнавали, когда мы приходим в какой-то коллектив, где нас не знает, нам хочется сеять это зерно, чтобы это пришло в их сознание, в их понимание. Другую подобную притчу он привел, говорит, царство Божие подобно закваске, которую женщина положила в три мере муки, и она ожидала, пока вскиснет все тесто. Что такое закваска, нам достаточно понятно, особенно, наверное, сестры, которые пекут пироги, чаще всего перед Пасхой, наверное, многие имеем такой нрав. Хотя мы покупаем готовый хлеб уже, в основном уже готовый, и мало кто задумывается, как процептура его приготовления, но в любом случае мы понимаем все, что для того, чтобы тесто, оно росло, чтобы оно работало, закваска, попадая в тесто, оно начинает работать, заквашивает это тесто, оно становится пористым таким, вот рыхлым, но приятным, легко, как сказать, применять в пищу такой хлеб, хороший такой свежий хлеб. Поэтому я хочу обратить внимание, если наше сердце заквашено правильной закваской, даже будем так говорить, о котором сказал Христос, что называется Царство Небесное, что происходит с нами, заквашенными Царством Небесным, при появлении нас в любом коллективе, там, где люди заквашены другой закваской. Я немножко объясню сейчас, еще какие закваски бывают. Понимаете, наша задача влиять на, ну наша задача, целью Бога, дабы мы влияли на окружающую среду. Если ты, христианин, живой, наполнен силой Духа Святого, наполнен Словом Господним, мы другого, мы не можем другого делать. Поверьте, наш, мы, еще Христос сказал, так досветит свет ваш пред людьми. Вы соль земли, вы свет мира. И вот это практически удержать невозможно. А я так вот прикинул, даже когда вот это небольшое количество теста, оно вырастает, и напечешь много-много пирожков хороших. Ведь куда девать эти пирожки? Давать их людям надо, дарить. Люди должны ощутить вкус этих приятной этой пищи. Это при условии, я вам сказал, когда мы с вами, а я хочу верить в это, надеяться, что мы с вами заквашены правильной закваской, которая называется Царство Божие. Амин? Амин. Но есть еще закваски, о которых также Христос предупреждал. Он сказал, берегитесь, берегитесь закваски фарисейской, садукейской и в другом месте, что и иродовой добавлено. Что такое фарисейская закваска? Это лицемерие, самоправедность, люди, которые имеют вид благочестия, силы же отрекшиеся, которые не потрудились искать от Бога Царство Небесного внутри у себя, но которые решили, может быть, использовать собственную праведность, чаще всего, чтобы показаться перед людьми. Как молился фарисей, там выходил на площадь, я говорю, благодарю тебя, что я не такой, как этот мытор, видите ли, он такой, ну, нехороший, а я очень хороший. Поверьте, дорогие мои, таким, такой закваской, если кто-то заквашен, а, к сожалению, я хочу сказать, что нам кажется, что мы уже все такие идеальные, мы ходим в хорошую, правильную церковь, вот мы все такие. Но иногда, когда человек уже начинает так думать, что он такой хороший, что не такой, как другие, это уже попахивает фарисейством. Поверьте, все мы в свое время нуждались в Боге и по-прежнему нуждаемся. И Христос сказал, без меня не можете делать ничего, какие бы мы не были способные и хорошие. Вот это важно понимать. Но имея Бога в сердце, все могу в укрепляющем меня, Иисусе Христе. Тут не будет фарисейства, но тут будет как раз правильно, правильно, как сказать, закваска Царства Божьего. Второе, что касается садукеев, это те люди, которые не верили в духовный мир, отвергали все, как сказать, сверхъестественное. Это люди материалисты, это люди, которые тоже целое-целое общество людей, они были всегда, они были, когда был коммунистический вот этот строй, строили, что вообще отвергали напрочь Бога, отвергали все святое, все сверхъестественное. И они пытались именно собственными какими-то силами, говорят, мы свой, мы новый мир построим, но и достроились до того, что все развалили, все разрушили. Поэтому без Бога делать ничего невозможно. Третья позиция, которой тоже немножко хочу коснуться, это Иродова закваска, то, что касается людей, которые под властью человека, правителя, царя, и они верят только во власть, которая на земле. Вот на тот момент, допустим, Ирод был царем, был правителем, и как много людей были под его контролем, под его влияние. Упование на человека, упование на силу, упование на чисто только вот интеллект или возможности людей. К сожалению, у нас тоже очень много людей в наше время под этим контролем, под этой серьезной закваской, которая никак не может ограничить с Царством Божиим. И для того, чтобы более стало нам понятно это, в Римлянам 4, 14 главе апостол Павел дает такую как бы характеристику. Ибо Царствие Божие не пище и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Это достаточно в деталях объяснил апостол Павел. Это не значит, что мы должны шикарно жить, это не значит, что мы должны мечтать, ну быть богатыми, как мы цари там на земле, мы должны все это побеждать и отличаться, может быть, даже по таким, как сказать, бытовым каким-то моментам. Поверьте, это далеко нет, не то. Праведность, мир и радость. Где взять эту праведность? То, что я уже коснулся немножко закваски фарисейской, самоправедность, она не угодна Богу, когда человек опирается на свою праведность. Праведность наша во Христе Иисусе. Многие сегодня пытаются добиваться правды, может быть, даже выходом на улицу, там, или что-то, вот, всем не делают. Не правды, я добиваюсь правды. И приходят, бывают люди, исповедуются, говорят, вот там то-то, то делал, думал, делай, но оказался попал в беду серьезную. Хочу сказать, наша праведность, как запачка надежды, если расширить на нашу собственную праведность. Но слава Богу, благодарение Богу, что у нас есть царь, у нас есть тот, как сказать, лидер, руководитель, который имеет право претендовать на абсолют праведности, даже более, я скажу, истины. Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня заявил Христос. И это не бахвальство какое-то, а есть абсолют истины. И мы можем сегодня, во-первых, сравнивать свою жизнь, стараться стремиться к Ему, подражать Ему. И что-то будет происходить в нашей жизни. Мне очень нравится, пятая глава послания к рымлянам, начало так написано, «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Верою мы получили доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждой славы и Его. Очень важно. Вот где рождается праведность. По вере во Христа Иисуса. Тогда, когда мы доверяем Ему всю свою жизнь, всю свою сущность, мы можем рассчитывать, что мы безошибочно можем двигаться. По вере во Христа Иисуса. Конечно же, дорогие, когда мы наполнены Богом, Божьей справедливостью, в Нагорной проповеди, что Христос, 6 стих, нам сказали, «Блаженны, алчущие и жаждущие правды, когда мы уже спасенные, когда мы и знаем, где правду можно найти». Написано, они насытятся. Мы должны стремиться к правде. «Не говорите лжи друг другу», написано. Это очень важно, чтобы если даже кто-то пришел к Богу, и некоторые люди заражены были этой ложью, они заражены были, потому что жили в этой, как сказать, рассоле, в этой закваске обмана и лжи. И очень часто это настолько сильно впитывается, буквально, оно пропитывает естество человеческое. И даже к Богу приходят люди и приходят, говорят, «Ну не могу, вот само прет». Вот как будто где-то рождается, непонятно откуда вылезает. С этим надо бороться. И одной из средств. Алкать и жаждать, стремиться, просить у Бога силы. И помощи. И Бог поможет нам все-таки эту вершину отстоять или достигнуть к этой вершине. Следующая ступенька – оправдность, мир и радость. Мир, я вам скажу, ну Христос сказал, «Я, Он есть мир наш». Мы, принимая Христа, мы принимаем Его мир. Но как мы можем это ощутить внутри себя или пережить? Противовес с миром, мы знаем, это состояние тревоги, страха, беспокойства, ужаса. Внутри вот чувствуется, что человек как бы в смятении каком-то находится. И если слушаешь вот эту закваску, вот чуть-чуть вернемся к закваске, говорят, любая информация может заквасить, как доброе, так и хорошее. Вы это понимаете. Откуда черпаем это питание? Слушаешь телевидение, да, можем ли закваситься миром Божиим? Нет, наоборот, страхи и ужасы могут питаться в над. Когда Слово Божие читаешь, когда ты больше в молитве пребываешь, этот мир Божий, он как бы выдавливает из нас то, что я сказал, тревога, страх, беспокойство. Вот, после служения подошла сестричка, я же понимаю, сколько с ней приходилось молиться, у ее одна и та же проблема, внутренний страх, тревога, заболеть. Да болезни той, той нету. А вот страх заболеть, страх еще что-то, дьявол гонит людей, которые беззащитны вот этим состоянием тревоги и страха. Но тогда, когда мы принимаем Царство Божие, оно дает нам возможность отогнать, отбить, вытолкнуть. Чем больше мира Божьего наполняем, понимаете, мы становимся умиротворенными. И как результат всего этого, естественно, внутренний комфорт, что дает нам право радоваться. Информация, которую Христос даже повелительным как бы тоном сказал, радуйтесь, что имена ваши записаны в книге жизни на небесах. Это дает повод радоваться. Праведность, мир и радость. Когда мы верим, что через кровь Иисуса мы обрели спасение, когда мы верим, что мы оправдались верой, мы не должны быть мучимыми страхами каких-то еще за нами, преследующих каких-то грехов или тому подобное. Как восток от запада удален, так он удалил от нас беззаконие наши. Чего нам тревожиться? А Иисус Христос есть наше оправдание. Вот. И еще хочу такую иллюстрацию, уже она сегодня звучала. Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего в нем вас, Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценой, и посему прославляете Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божия. Это самое главное, что мы должны с вами иметь и переживать. И немножко вернусь как бы в начало проповеди, почему весь мир на то время был настолько встревожен, когда получил Ирод, по крайней мере, информацию. Помните, когда пришли волхвы и сказали, где родившийся царь иудейский, помоги нам его отыскать. Что в нем произошло? Радость, ужас и страх. Все бесы и демоны, весь духовный мир был всполошен и встревожен. Почему? Потому что дьявол наложил на землю свою греховную печать. И он думал, что это будет продолжаться, держать людей под гнетом страха и контроля. Но вдруг весть пришла с неба. Радуйтесь, ибо у мир пришел Спаситель, который Христос Господь, Господин. Вот он, настоящий царь, у мир пришел. И весь мир, вот этот материальный, духовный, он пришел в трепет или в страх. Поэтому, почему именно Христос и проповедовал Евангелие Царства. Он пытался достигнуть в умах людей вот этого понимания и предпринятия, что царем истинным является не Ирод, не то царство, на которое даже рассчитывали те же самые ученики. Даже читаем Диане Апостолу перед Вознесением. Он сказал, что вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Он говорит, не в сиели время, Господи, царство восстанавливаешь. Уже тут рады были бы готовы, вот побыстрее, но именно вот это приземляло их. Не понимали до конца, о каком царстве Христос речь ведет. И даже в пустыне, когда Христос проходил искушение или испытание буквально, и этот Дух Дьявол приступил к Христу. И вы понимаете, мне кажется так, слушай, это уже последняя его, как сказать, ну конвульсия, что ли. Вот эти царствия мира мне принадлежат, вот поклонись мне. Понимаете? Да, он захватил нелегальным путем, обманом и ложью, он захватил власть, этот Дух нечистый. И люди покорились, понимаете, люди были подчинены под этот закон, закон греха и смерти. Но что сказал Христос? Господу Богу поклоняйся, Ему одному служил. Он отбил эту атаку, и он прошел достойно путь. И вот эта битва, которая называется Голгофским сражением на Голгофском кресте, решила окончательно вот этот серьезный вопрос. Я хочу зачитать, заканчивая это слово, два места из Писания. Первое будет Филиппийцам 2 глава 6 стиха. 2 Филиппийцам 2, 6. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным нам, человеком и по виду стал, как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед ним именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних. Аллилуйя! Вы знаете, когда ты читаешь, вот эта вот битва, эта победа, эта развязка произошла. Понимаете, он восторжествовал над смертью, он восторжествовал над силами тьмы и ада. И он по праву, он отнял ключи у ада и смерти. И второе место, это Колосинам, также вторая глава. Вторая глава, 13 стих. Колосинам 2, 13. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвозил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою. Аллилуйя! Итак, народ Божий, Иисус Царь! Иисус наш Господь, Он наш Царь! И мы говорим, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, отныне и до веки Его Царству не будет конца. И к нам Он обращается, и вы род избраны. Царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Да благословит Бог каждого из нас, да укрепит Он наш дух. И когда придет враг пугать нас, искушать нас, обманом пытаться, как бы захватить, опять возыметь, власть или влиять на нашу душу, очень важно сказать, отойди от меня, Сатана. Тот, кто во мне, он больше того, кто в мире, а я нахожусь в его Царстве. И его Царство внутри у меня есть. Амин. Давайте поднимемся для молитвы. Аллилуйя.